Так как в этом году изменился формат празднования Дня Победы, но наш верный бессмертный полк обязательно пройдет. Ведь бессмертный полк невозможно остановить, и мы нашли способ его продолжить, ведь это очень важно для каждой семьи, особенно сейчас. В этом году отменили бессмертный полк, он пройдет онлайн. Вы будете участвовать? Или когда-нибудь, может быть, вы участвовали до этого? Ни разу не участвовал. Хотите поучаствовать? Хочу, хочу. Наверное, будет. У меня отец воевал. Он с 41 по 43 год воевал, был ранен. Его комиссовали, и он умер только в 52-м году. В бессмертном полку участвуете? Да, да. Буду, конечно. Вы всегда участвовали? Обязательно. Как же так же? Два деда воевали. Дядька в 41-м году сгорел в самолете под Псковом. Как это так? Я что, забыл о них, что ли? Что я не казак, что ли? Да, участвовали, но не всегда. Когда здесь вот по-видному проходили, было такое, да, но не всегда. Прадеды все, которые воевали, к сожалению, я их не застал. Но, естественно, я их всегда почитаю. В этом году изменился формат бессмертного полка, он будет проходить онлайн, не оффлайн. Вы будете? К сожалению, я искал, я не мог найти фотографии. Так бы с удовольствием это посетил бы мероприятие. Все мои родственники участвуют каждый раз. Наверное, да. Фотографии есть, сделали, да. Машину еще хотели сделать, приклеить на машине тоже, я читала, что нужно. Вот на машину хотим тоже фотографии. Будем каждый год участвуем. В этом году... В интернете вставили. Будете участвовать в бессмертном полку? В бессмертном полку, да. Каждый год. Отменили. Будет онлайн? Онлайн? Ну, скорее всего, наверное, да. Скажите, пожалуйста, что для вас означает праздник 9 мая? Надо подумать. Ну, прежде всего, 9 мая. Ну, это такой день, когда важно вспоминать о том, кто мы, какой мы народ, о сильных представителях нашего народа, потому что они свою жизнь, в общем-то, положили на то, чтобы сейчас хорошо жили мы. Вот, поэтому, прежде всего, это день памяти. Наверное, у каждого он свой, в зависимости от истории семьи. Это праздник великий. Мои два дедушки воевали. Для меня это что-то такое вот грандиозное. И дай бог, чтобы всегда была победа. Это наша гордость, защита наша. Это самый знаменательный день. День победы. Праздник такой большой, когда наши деды выиграли эту войну, чтобы вот мы жили мирно, счастливо, спокойно. И вырастили своих внуков и детей. Девятое мая. Ну, это любимый праздник. Это, ну, папа у меня не воевал, но как бы служил на границе, на Дальнем Востоке. Ну, для нас всегда это был праздник. Ну, это знаменательный день, когда наши отцы, деды и прадеды воевали за нас. За мирное небо над головой, которое у нас сейчас есть. Это воспоминания о бабушке, о дедушке, которых уже нет. Это тяжелый праздник. Это понимание то, что... Это случилось тогда, и мы до сих пор вспоминаем наших родителей про бабушек, ездить на кладбище. А сейчас пытаемся рассказать своим детям, показать, что важно сохранить эту память. Пусть будет мир на нашей планете. И вот с таким духом патриотизма нашей страны и нашего города мы знаем точно, что нас ждет победа. С праздником!